МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Иерусалим со своей иконой. Сестры вечером все молятся. И вас тоже просим, Владыщенко, помолиться. Накануне Великого Поста сибирские паломники побывали на Святой Земле. О событиях, явлениях, а главное, о людях, точнее, в ближайшие полчаса. В студии Ксения Волкова. Здравствуйте. Тюменская область, увы, входит в пятерку лидеров России по количеству ДТП со смертельным исходом. Этот вопрос сегодня стал главным на повестке дня в правительстве региона. По мнению губернатора области Владимира Якушева, назрела необходимость пересмотреть действующие меры обеспечения безопасности на дорогах. Основные причины ДТП – это нарушение скоростного режима и выезд на встречную полосу. Они занимают 62% от общего числа аварий. Сказывается низкий уровень сознательности участников дорожного движения, изношенность федеральных трасс и малоопытность водителей. Принято решение ужесточить контроль за качеством подготовки водителей и настойчиво добиваться включения тюменских участков федеральных дорог в планы ремонта. Опасность поджидает нас и на льду. Каждый день из регионов приходят сведения о ЧП. Под воду уходят и автомобили на переправах, и пешеходы с собаками. Но тюменских рыбаков плюс на термометрах не испугал. Людмила Чепурных подробнее. Сверление лунок – не просто способ добраться до рыбы, но еще и тест на прочность льда. Самым рискованным рыбакам наглядная агитация. Как вот можно еще рыбачить? Да, толщина льда. Ну, в целом, там 60-60. О тонкой грани между жизнью и смертью с любителями подледного клева беседуют спасатели. Говорят, будь их воля, на лед рыболовов не выпускали бы. Но запретить это МЧС не вправе. Инспекторы могут лишь предупреждать. Но рыбаки говорят, лед безопасен. Это они по цвету определили. Здесь сильный черный лед, туда не надо лезть. Почему? Почему? Он уже пропитан водой. Уверяясь, чтобы выдержать человека, достаточные 7 сантиметров выходить утром на него еще можно, а вот днем возвращаться уже опасно. Сейчас лед каварий не на середине озер и рек, а как раз возле берегов, где растут деревья и камыши. После оттепели он стал рыхлым, пропитался водой. А поэтому можно провалиться, даже если его толщина 30-50 сантиметров. А вот Николай Бородолин уверяет, выходя на лед в любое время года, главное смотреть под ноги. Ведь провалиться можно и зимой. У него был печальный опыт. Не в том дело, что это уже весной. Даже зимой я провалился. Бывают промоины, там родники бьют или все, что он бьет. И вот именно в этом месте там тонкий лед. Я провалился под лед сразу на бок, выкаркал, ну, покатился по льду и все. Однако желание рыбачить это не охладило, да и переубедить миссия невыполнимая. Поэтому спасатели просят брать с собой не только удочку, но и доску, что поможет не утонуть. МЧС уже составили свой черный список водоемов, где сейчас не только рыбачить, но и ходить опасно. Конечно же, это в городе, вот, озеро Утиное, озеро Нафидюнинского, которое, и река Тура. То есть, особенно под мостами, там, где детишки переходят, вот, под челюстницами, под мостом влюбленных. Там подмыто всегда, лед всегда тоньше. Даже зимой в мороз там бывают про тайных. Рисковать жизнью или здоровьем ради десяти рыбешек решать самим рыбакам. Ведь каждому спасателя не приставишь. Ведомолчих порных Александр Вележанин, Сибанфромбюро. ЧП в одном из банков. Дерзкое ограбление случилось в выходной день. Об этом мы не только узнаем из краткого обзора событий. Наркополицейские Тюменской области сегодня принимали поздравления с юбилеем. За 10 лет в нашем регионе оперативники изъяли более полутора тонн психотропных веществ, в том числе 200 килограммов героина. За многолетний добросовестный труд лучшим сотрудникам вручили почетные грамоты губернатора Тюменской области. Благодарности и медали. Я уверен в управлении губернатора Тюменской области работают знающие специалисты, способные справляться с поставленными задачами. Я рад, что в последние годы служба все больше завоевывает доверие земляков. Значит, приоритеты в работе и выстроены правильно. От души желаю всем сотрудникам управления настойчивости, терпения, совершенствования профессионального мастерства. Ограбление по Тюменске. Субботний рабочий день для одного из коммерческих банков в областной столице закончился ЧП. Мужчина в маске забрал из кассы почти 5 миллионов 700 тысяч рублей. Закинув деньги в сумку, налетчик покинул банк вместе с заложницей, которую потом отпустил. Кассир нажал тревожную кнопку, однако прибывшие на место сотрудники ЧОПа не смогли задержать нападавшего. Расследование находится на контроле начальника областного УМВД. Вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Проводится весь комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления и задержания преступника. 70 лет в этом году исполняется школе села Бердюжье. Солидный юбилей образовательное учреждение встречает в капитально отремонтированном здании. Большинство классов оснащены по последнему слову техники. Всего здесь учатся 667 учеников. Они часто занимают призовые места на всевозможных олимпиадах. А среди выпускников такие заслуженные люди, как директор Тюменского судостроительного завода Юрий Филиппов. И учителя наши не отстают. Буквально у нас завершился недавно конкурс районный. Самый классный руководитель. Наш педагог Белясова Нина Прохоровна является урядом районного конкурса. Далее речь о комфорте в дороге. А он не только от качества трассы зависит, но и от сервиса, который по пути. Например, в Ханты-Мансийск. Не просто кафе, а целый комплекс для водителей и туристов развернулся в Тобольском районе. А о придорожном бизнесе с национальным колоритом. Ольга Куричко. По федеральной дороге Тюмень-Ханты-Мансийск ежесуточно проходит 10 тысяч автомобилей. Каждый третий автомобиль останавливается здесь, у кафе, вблизи деревни Ломаева. Хозяин этого комплекса, бывший водитель-дальнобойщик, развивал свое дело так, чтобы в одном месте было все для удобства путешественника. Просторная парковка, СТО, комфортный отдых и здоровое питание. За 10 лет у дороги выросло 7 объектов. Мы можем накормить 500 человек одновременно. У нас два кафе, спортбар, ресторан. В день килограмм 300-400 мяса у нас уходит. И птицы, допустим, тоже килограммов, наверное, 120-140 в день у нас идет. Придорожный сервис дал толщок для развития собственного сельхозпроизводства. Завели скот, птицу. Отдельное подразделение поставляет на кухню яйца, молоко и парное мясо. Сибиряки по-настоящему распознали здесь вкус восточной кухни. Только узбекских лепешек с кунжутом пекарь Закирь готовит ежедневно 2,5 тысячи. Хотя в меню немало и русских блюд. Они не являются конкурентами, у них своя кухня. То есть они нам не перебивают, они нам просто, мне кажется, добавляют вот это, колоритности своей пищи. Недавно здесь принимали немецких специалистов. Они взялись изготовить установку, которая позволит поставить на поток изготовление узбекских блюд. А зеленый оазис уже воссоздали. Общая в гостинице 34 номера есть. Одноместные, двухместные, трехместные. Из них 86 мест койка. Каждый день минимум 60% загружено. Это зимой, а летом вообще места нет. Первоначально создавали комплекс для водителей. Теперь доступная цена на услуги и питание привлекла сюда и туристов. Часто останавливаемся, здесь кушаем всегда быстро, всегда вкусно, недорого. Более ста человек здесь получили работу. Два гектара земли у дороги. Энергичные люди превратили в золотую жилу. И на этом останавливаться не собираются. Ольга Куричко, Михаил Куричко, Сипинфорумбюро. Расширяться решили и некоторые участники весеннего мясного базара в Тюмени. Уже раскрученные бренды подстегивают районных предпринимателей. Обновлять ассортимент, сохраняя ручную лепку. Карина Закирьянова все уточнит. Вы не смотрите, что ей за 70 Зинаида Лукьяновна фор удаст не то, что молодым. Разделать тушу она сможет не хуже любого мужчины. Было училище у нас в Петропавловске. Год учились мы. Я начала работать в 56-м году. Вот. Там женщины одни работали. А сейчас уже мужчины одни работают, а бальчики. Уже несколько лет Зинаида Шаповалова и другие женщины работают на мясоперерабатывающем комплексе в Бердюжье. Хоть сами они себя и считают малым бизнесом, но в месяц стабильно принимают и перерабатывают две тонны говядины и свинины. Половину из этого, кстати, берут у местного населения. Столько же возили на фестиваль «Мясной базар» в Тюмени. Покупатели некоторые брали, допустим, 8-го числа и уже приходили 9-го числа, чтобы повторно взять, попробовали, повторно взять нашу продукцию. Но кое-какая продукция у нас закончилась в первый день. Таким результатом остались довольны, тем более, что помимо новых покупателей приобрели и новых партнеров. Подходили три предпринимателя, которые намерены с нами заключить договора на поставку нашей продукции. Второе, то, что мы посмотрели, и ассортимент продукции наших коллег. И намерены также теперь расширить свой ассортимент продукции. Например, решили наладить поставку полуфабрикатов из курдючной баранины. А пока на предприятии выпускают 44 наименования продукции. Большим спросом пользуются фарш, субпродукты, разбирают на ура пельмени и котлеты. Все это ручной лепки и без всяких добавок. А вообще, в ближайших планах предприятия выпускать фирменные бердюжские хинкали и манты. Карина Загирьянова, Александр Вележанин, Сибинформбюро. Это точнее. Спасибо, что вы с нами. С подиума в закулисье новую театральную концепцию презентовали на конкурсе «Красоты имидж-2013». Отборочный тур прошел уже в эти выходные. Участие приняли около сотни красавиц. Девушек отбирали по росту выше 170 сантиметров и по возрасту не старше 25 лет. Показать себя красавицы смогли и на конкурсе талантов. Запомнились девушки, которые читали стихи. Безумно красиво читали стихи, танцевали, пели песни, не стеснялись. И ценится то, что они раскрепощены и не зажаты. Впереди у конкурсантов мастер-классы от актеров Тюменского драмтеатра. Также девушки примут участие в показах одежды местных дизайнеров. Как это было, можно увидеть сегодня в 22.30. На телеканале «Тюменское время» смотрите первую серию телевизионного проекта «Имидж-2013». Ну а прямо сейчас короткая версия отборочного тура. На кастинге красоток работала моя коллега Анастасия Коробенко. Ей бы самой на конкурс, но Настя за других переживала. Стройными красотками, мечтающими о модельной карьере, театр кукол заполнился задолго до начала конкурса. Среди претенденток на участие в «Имидже» были даже молодые мамы и двойняшки. Как-то сначала я более-менее решилась пойти участвовать в этом конкурсе и за собой Катю потянула. Избежать волнения удалось разве что участнице прошлого «Имиджа» и обладательнице титула «Мисс Надежда» Тамаре Сахаровой. Весь год она работала над собой, чтобы в этот раз уж точно не упустить корону. Я буду, не буду, ну исправлюсь в своем поведении, не буду более агрессивной. Буду всегда помогать всем девочкам и со всеми дружить. Грациозная походка и красивая улыбка – это только половина успеха. Чтобы попасть в заветную тридцатку, девчонки удивлялись своей харизмой. Можно так? Отлично. Здравствуйте. Эй! И, конечно, талантами их демонстрировали самые смелые. Прощай, позабудь. И не обессудь, а письма сожги. Как мозг. Без прикола, сейчас смешно будет. А лысую девочку в школе дергали за кожу. С тобой под одной звездой, под одной судьбой. Отобра девушек оказалось непросто, но после долгих совещаний жюри назвали имена новых участниц конкурса «Имидж театр моды». У каждого члена жюри было, естественно, свое мнение. На одних девочках мы сходились полностью, стопроцентная, да, на других вопросы. Были обсуждения очень горячие, но хочу сказать, что тридцатку мы выбрали очень хорошую. Но победа на кастинге – это только начало. Впереди долгая борьба за корону королевы. Анастасия Коробенко, Лилия Ганива, Артем Суханов, Сибинформбюро. Ну, кто-то, как будущие модели, голодал два дня перед отборочным туром, а кто-то блинами объедался. Отметить широкую масленицу в выходные некоторые тюменцы отправились в Абалак. Там не только угощения, но и подарки ждали любителей автомобилей марки «Ниссан». Подробности в сюжете. Ну что ж, добрый день всем, кто сегодня в это действительно по-настоящему весеннее солнце. Абалак на Ниссан Дэй, масленица в Абалаке. На такой радостной ноте начался всеми любимый Ниссан Дэй. Компания «Гранд Моторс» уже в четвертый раз проводит подобное мероприятие для своих любимых клиентов. Это первый праздник, который Ниссан устраивает в Тобольске. Если честно, мы не ожидали такого потока наших клиентов. Вы только посмотрите на нашу парковку. Обладатели автомобиля Ниссан с семьями и друзьями на протяжении целого дня праздновали масленицу по всем правилам. Старорусские забавы, катание на лошадях и оленях, скоморохи и вкусные угощения. Помимо этого любой желающий мог поиграть в детский пинтбол или прокатиться на снегоходе и гусеничном квадроцикле. Организаторы создали все условия для достойного отдыха. Мне до того нравится, что я решил приобрести себе машину Ниссан. Только для того, чтобы ездить сюда. Написление прекрасное. Все очень весело. Вот у нас ребятишки так вообще в восторге. Очень нравится, что приглашают. Очень нравится, что такие мероприятия устраивают. И спасибо большое организаторам. Основным действием на мероприятие был, конечно же, тест-драйв автомобилей любимой марки. Автолюбители с удовольствием испытывали внедорожники и давали свои оценки. В принципе, он не подводит. Автоматический полный привод, высокий клиренс, плюсом роботизированная коробка. Ну, как бы идеально. Мероприятие, как всегда, закончилось вручением призов и подарков. Гости остались довольны и с нетерпением ждут следующий Ниссан Дэй. Евгения Волкова, Леонид Ализаревич, Сибинформбюро. А в Елутровске провожали Масленицу. По своей традиции, седьмой раз там пекли гигантский блин на трехметровой сковородке. Накануне пекарь репетировали и почти перевернули два гиганта. Специально по их просьбам в этом году со сковороды немного срезали бортики. Стало удобнее. А тесто завели самое обычное, без секретов. Поехали. Потихоньку, очень тихо. Аккуратно. Тихонька. Заворачивай. Еще. Не торопитесь, не торопитесь. Молодцы, молодцы, молодцы. Еще один. К рекорду команда была близка как никогда. Блин завернули полностью, но не смогли развернуть. Близкие были, да? Близкие. Вчера близкие, сегодня близкие. Но все равно мне кажется, вот этот бортик мешает. За несколько минут гости съели рваный, но вкусный блин. И раз седьмая попытка вновь закончилась неудачей, блинное шоу продолжится в следующем году. В Тюмени тоже весело и сытно проводили зиму. На верхнем бору гостей угощали не блинами, а наваристой ухой и колбасой. Некоторые умудрились даже домой пакет копчености унести. На праздники живота побывала Ирина Кистерева. Проводить зиму семья Алёхиных решила активно. Мимо конкурсов на масленичных гуляниях пройти было невозможно. Это первый конкурс, в котором мы сегодня участвуем. Наверное, вторые пришли потому, что еще не прониклись духом соревновательности. У нас все впереди, мы сейчас пойдем посмотрим, какие еще есть конкурсы. В это время добрые молодцы испытывали богатырские силы на бревне. Усидеть на нем могли только самые сильные и ловкие. А для тех, кто каши мало кушал, подстелили солому, чтобы было не больно падать. А по соседству тюменки бегали в тяжелом надувном круге, который имитировал подол платья. Давным-давно девушки же, как все знают, носили очень-очень пушные платья. И суть заключается в том, чтобы наподобие них попробовать, как они смогут побегать. Тем, кто силы потратил, в масленицу не грех и подкрепиться. Например, деликатесами от омского бекона. Аппетитными колбасами угощали всех гостей праздника абсолютно бесплатно. Мы решили поздравить тюменцев с этим светлым праздником масленицы. Привезли им свои новиночки – ветчину арбатского натуральной оболочки. Уже полюбившиеся тюменцам продукты – это наши колбасы, сделанные по ГОСТу. Вареная колбаса, сосиски молочные. Вкусной продукцией омский бекон угощал и на конкурсе. Съесть большой бутерброд с колбасой мечтали многие женщины. Но сразил всех своим аппетитом все же мужчина. Первый раз в жизни ем такое бутерброд. Это просто нереально большой бутерброд. Очень вкусный, мне понравился. Каждый из участников получил в подарок пакет сосисок беконовских и вареной докторской колбасы. Победитель унес домой корзину деликатесов. Завершились гуляния с сожжением чучела. Вместе с ним, по традиции, просились и с зимой. Ирина Кистерева, Дмитрий Кондратенко, Сибинформбюро. Православные выходные просили друг у друга отпущения грехов. Ведь после прощенного воскресенья начался Великий пост. Когда верующие соблюдают определенные ограничения в еде и поведении. А главное, посещают богослужения и молятся. Послабление на пост решается в индивидуальном порядке. Каждый человек может, подойдя к священнику, к духовнику своему, взять благословление на пост. Например, в православной гимназии учащимся их наставникам можно есть рыбу. Исключения составляют самые строгие недели поста первая и последняя. А также среда и пятница. В это время только растительная пища и побольше овощей и фруктов. Накануне поста помолиться на святой земле смогли паломники из Тобольско-Тюменской епархии. В Иерусалим они поехали со своей иконой. Из Израиля специальный репортаж Светланы Галиковой. Русский горненский женский монастырь был основан в Иерусалиме в середине 19 века. И по сей день это один из главных центров русской духовной миссии на святой земле. Паломники здесь постоянно. Многие приезжают не только помолиться, но и потрудиться. Поэтому и удалось за 20 лет поднять обитель почти из запустения. Паломники из Тобольско-Тюменской епархии приехали с подарком. Икона с изображением собора сибирских святых. Обители сейчас нужна поддержка. Власти Иерусалима решили провести трамвайную линию по территории монастыря. Собор, вы представляете, там же земля каких-то 5-6 метров. Они хотят даже опять ближе к собору. Это невозможно. Что будет? Публик нарушится. Да, очень просим молитв. И сейчас нам с русской духовной миссией отец начальник. И все написали особую такую молитву. И сестры вечером все молятся. И вас тоже просим, Владыщенко, помолиться. Молитвы на Святой Земле для верующих имеют особую силу. Здесь каждый камень пропитан библейской историей. Еще одна святыня, храм Рождества Христова, на территории непризнанной Израилем Палестины. И тут тоже есть о чем попросить. Конечно, сейчас вот это время, время, может быть, возвращения и утверждения здесь нашего присутствия, нашей церкви. Конечно, это сказывается позитивно и на этой территории, и, конечно, позитивно и на тех, кто сюда приходит, прикасается к этим святыням. Православная община на Святой Земле – это славяне, арабы и греки. Последние – хранители гроба Господня, главной христианской святыни. Для паломников из России большая честь молиться вместе с иерусалимским патриархом. Впрочем, литургия в храме гроба Господня производит особое впечатление на любого человека. Здесь одновременно служат православные, католики, армяне и копты. В итоге все сливается в своеобразный глаз мира. К святыням христиан приходят и те, кто верит в других богов или думает, что ни во что не верит. Здесь всем есть о чем подумать и помолиться. Самое главное, что я здесь вынес для себя, это большое удивление по поводу того, как здесь тесно переплелись и легко уживаются многие религии мира. И, возможно, это даст в дальнейшем, хочется надеяться, серьезный толчок к тому, что и люди также будут мирно жить на этой планете. Светлана Галякова, Антон Пригорнецкий, Сибинформбюро из Израиля. И на сегодня это все. Хороших вам новостей и удачной рабочей недели. До свидания.